Здравствуйте! Это суть дела. В условиях нарастающей напряженности на западном направлении наш МИД пытается осуществить давно провозглашенный поворот на восток. Поездка Сергея Викторовича Лаврова в Китай в тот момент, когда США начали готовить новые пакеты жестких санкций против России, похоже, закончились без желанного результата. Хотя министр позировал на протокольных фото в маске, вот с таким вот не вполне цензурным логотипом, и сопровозил свой визит обильной антизападной риторикой, обвиняя США в глупости и неумении вести дипломатию, одновременно восхваляя могущество и политическое влияние КНР, ему не удалось договориться с китайским коллегом Вэй Ии о том, чтобы вместе дать отпор давлению Вашингтона. Начиная свой визит, Лавров прямо заявил, что Москва хотела бы сформировать максимально широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций. Вашингтон стремится ограничить технологическое развитие двух стран, поэтому надо укреплять свою самостоятельность, аргументировал наш министр. Лавров предложил отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару, заявил министр. Вернувшись в Москву, Лавров констатировал, что Россия и Китай не будут предпринимать совместные действия в ответ на санкции Запада. Он добавил, что военного союза между Россией и КНР также не предвидится. На предложение отказаться от свифта Лаврову недвусмысленно ответил Центробанк Китая, который в дни его визита объявил о расширении сотрудничества с этой системой. Ничего не сообщил Лавров и о возможных инвестициях Китая в Россию, которых Кремль тщетно ждет с момента присоединения Крыма и развала отношений с Западом. В качестве объекта для инвестиций и источника дешевого сырья Китай выбрал Иран, с которым заключил соглашение о сотрудничестве и инвестициях на 400 миллиардов долларов. Неприятным сюрпризом завершилось и очередное заседание ОПЕК+, где министрам 19 нефтедобывающих стран предстояло решить, сколько баррелей качать в ближайшие месяцы. Вопреки ожиданиям и несмотря на ухудшение прогнозов по спросу, нефтяной альянс принял решение существенно увеличить поставки. Квоты на добычу в ОПЕК+, вырастут на 1,15 миллионов баррелей в день, 350 тысяч в мае, столько же в июне и 450 тысяч в июле. Одновременно резко увеличит добычу Саудовская Аравия, крупнейший экспортер черного золота на планете. Похоже, позиция королевства – результат переговоров с США, очередной раз разменявших санкции на убийство журналиста Кашогги в Стамбульском консульстве королевства на экономическую выгоду. В то время как министры начинали финальные переговоры, российско-саудовский спор вышел на уровень Кремля. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман даже позвонил президенту России Владимиру Путину. И после этого разговора позиция саудовской делегации развернулась на 180 градусов. В общем, ни китайцы, ни саудиты не решились на ухудшение отношений с Америкой ради дружбы с нашей страной. Своя рубашка всегда ближе к телу. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.